Продолжение следует... Апликатор рассчитывает, что мы будем ехать четыре с половиной часа, но я так думаю, что мы будем останавливаться еще. С остановками, да. Да. И поэтому у нас... Часов пять вечера. Я думаю, что да. У нас сейчас... у нас сейчас их двенадцать часов. Вот. И я думаю, что к часам пяти мы приедем. Быстро ехать, спешить не будем. И, по ходу, если у нас что-то будет интересное, мы будем снимать. Вот. Сейчас мы выезжаем на основную главную магистраль и поедем все время прямо. Практически через весь штаб. На улице очень жарко сегодня. Хотя оно сегодня какое-то число, 18-е, 18 октября. Да? Да. Тут пишут, это вечное лето. Флорида, это вечное лето. Да, здесь вечное лето. Мы уже приготовились к Хэллоуину. Да, люди готовятся к Хэллоуину. Дома украшены. Здесь у нас не очень так активно украшают дома. А есть районы, где где-то будет, в общем-то, такое действие интересное. И дома очень много украшений, много всяких декораций. Возможно, что когда мы будем ехать, мы это все увидим. Сейчас покажу, где мы едем и выключу камеру, а потом мы дальше включим уже по ходу по дороге. Я буду включать и если мы что-то будем видеть такое, буду рассказывать, что у нас в пути. Пока-пока. Мы сейчас едем по хайвею. Это хайвей номер 19, который проходит, я так понимаю, проходит через всю Флориду. Такая большая дорога. Но вообще здесь стройка и этот хайвей реконструируют. Да, здесь строят мосты. И сегодня у нас пятница. Уедем сейчас вот середина дня и машин очень мало. Странно. Да, то есть мы достаточно быстро и свободно едем. По этой дороге можно ехать со скоростью 55 миль в час, но американцы нарушают. То есть вообще допускается превышение скорости примерно на 5 миль. Ну, здесь, в общем-то, люди едут до 70. Благо здесь полицейских вообще нет. То есть они очень-очень редко их можно увидеть. Я пару раз видел, что они стоят с радаром. В общем-то так они не занимаются такими делами. То есть они не выслеживают никого. Они могут сзади пристроиться, конечно, и замерить скорость. В общем-то у них задача основная – это предупредить, а не наказать. Поэтому даже если вас остановили, то если вы не злостный там какой-то нарушитель, ничего страшного такого не произошло, то они просто, скорее всего, проверят вас по базе и сделают предупреждение. Наказывать никто не будет. Так же полиция, когда останавливает, то есть здесь нет у них, как это принято в бывшем союзе, полосатой палочки. То есть они не останавливают, они не могут остановить автомобиль проходящий. То есть, как правило, если они видят какое-то нарушение, то они начинают преследование. То есть они за тобой выезжают. Вот такая вот схема патрулирования дорог, она, в общем-то, наверное, полностью исключает возможность за счет этого зарабатывать. Если ты не стоишь на месте и не останавливаешь сразу по нескольку машин или друг за другом, то за каждым не нагоняешься. И плюс ко всему, что когда ему нужно остановить тебя, то прежде чем он тебя остановит, он сообщает диспетчерскую, что он останавливает такой-то автомобиль по такой-то причине. И уже на пульт уже вся поступает информация. Вот уже когда он остановил, то он, в общем-то, подходя к машине, он уже знает о тебе достаточно много и о твоей машине. То есть если у тебя штрафы, нарушал ли ты что-то, и как с тобой разговаривать. Из машины ты не имеешь права выходить, ты только должен открыть окно, он должен подойти сам, ты должен руки держать на руле, он должен видеть, где твои руки, и он задает тебе вопросы. В общем-то система даже, то есть учитывая, что я не слышал о какой-либо коррупции на уровне обыкновенного человека здесь, обывателя, когда ты обращаешься в какие-то инстанции, какие-то органы. Но даже если бы это вот, наверное, существовала бы, вот такая практика, то, наверное, ну, сама система вот задержания, сама система того, что автомобиль нужно остановить, она не позволяет на этом зарабатывать. Потому что у них нету такой волшебной палочки. Вот, а сейчас по сторонам, если посмотреть, здесь идут, мы можем видеть всевозможные плазы, то есть магазинчики какие-то вдоль дороги. Ну, здесь стройка, здесь не видно. А вообще вот вдоль этой дороги очень много магазинов, очень много площадок. Принято так, чтобы было скопление магазинов в одном месте. Поэтому во Флориде без машины взрослому человеку не обойтись, если вот, как правило, в семье столько автомобилей, сколько взрослых людей, совершеннолетних или старше 16 лет. Потому что добраться куда-либо без машины невозможно. Здесь не очень хорошо развит общественный транспорт. Благо много дорог. Пробок практически нету. То есть бывают какие-то затруднения на дорогах, но после Москвы сложно посчитать, что это пробка. Если где-то на светофорах ты, конечно, можешь постоять, или если уж что-то произошло на дороге. Но очень-очень быстро это все разруливается, очень быстро приезжает полиция. На ДТП всегда приезжают три автомобиля. Независимо от того, что там произошло, приезжает скорая помощь, приезжает пожарная служба и приезжает полиция. Спецмашины здесь пропускают. Всегда нет такого, чтобы скорая помощь стояла в пробке. Всегда есть свободная обочина и никто не занимает. И люди съезжают. Если есть возможность, прижимаются и останавливаются. То есть весь транспорт проезжает без проблем. А вот автомобили чиновников или каких-либо, не знаю, крутых, с мигалками, вот такого здесь я не замечал и не видел никогда. Вообще никогда не видел. Даже полиция, она стоит в пробках. То есть она себе не позволяет как-то там объезжать. Да и пробок как таковых нет. Ну вот на светофорах где-то или какие-то есть проблемы. Но если машина не спешит, полицейская, на какой-то вызов. Если спешит, конечно, ее пропустят, но она уже включает на сирену. Это совершенно другой случай. А вообще вот вся Америка, она вот такая вот одноэтажная. И сейчас мы, в общем-то, ничего примечательного не видим. Ну и в большинстве мест это так и есть. Если не брать большие города, если не приехать в большой город. И там, конечно, будут достопримечательности. Не берет, да. Вот мама обратила внимание. Мы сейчас стоим на светофоре. И здесь стоит автобус на светофоре. У него впереди есть багажник. Закрепленный велосипед. С велосипедом, да. Ну вот такая вот есть опция, очень удобная для пассажиров. И не один, два велосипеда. Да, там можно брать несколько велосипедов, вешать. Вот мы сейчас в пригороде Санкт-Петербурга. Здесь тоже мы ничего такого интересного не увидим. Это еще не Санкт-Петербург. То есть любой город, американский город, чтобы увидеть красоту города, это нужно ехать в даунтаун. То есть это центр города, исторический какой-то, какие-то все достопримечательности, деловое, центр исторический. А вот вся Америка, она вот такая, как вы сейчас ее видите. Видите, да. То есть спальные районы, они не в том понимании, как у нас в России, где многоэтажные дома и как бы целые такие комплексы, где много всего. А Америка, она вот в основном это какие-то частный сектор, это маленькие или большие дома. В зависимости, вот они делятся, конечно, есть комьюнити, где как бы дома побогаче, подороже, какие-то районы есть подешевле. Вот мы видим, это какой-то недорогой район Санкт-Петербурга или пригорода Санкт-Петербурга. Есть где-то вот более красивое, ну и соответственно там вот будет и дома больше. Посоление. Да, и вот вокруг все там будет более, более приличное и красивое. Но даже вот мы едем по такому вот району, казалось бы, небогатому, дешевому. Можно обратить внимание на обочину, на улице, на дороге. Здесь везде чисто, здесь очень чисто. Ну во-первых, здесь не принято мусорить. Вряд ли вы увидите, чтобы кто-то выбросил мусор из окна автомобиля. За это дает срок до полугода в тюрьму сажают, во-первых. Ну во-вторых, что наверное все-таки убирают и как-то это поддерживают. То есть люди, люди в общем-то не мусорят здесь. И поэтому там вот даже где казалось бы мусор должен быть, его нет. То есть улица очень чистая. Дороги чистые, обочины чистые. И соответственно здесь еще и погода, она тоже конечно играет свою роль. Похода сыграет свою роль, потому что здесь нет зимы, нет зимней слякоть и грязи. И машину я здесь мою, ну раз в полгода. Здесь даже нет пыли. То есть внутри салон по припорной панели рукой проводишь, а рука чистая или нет. Вот мы выехали на очередной хайвей. Здесь уже скорость повыше. И мы направляемся в сторону Майами. Сейчас выехали на мост и вокруг нас вот открывается панорама. Это Мексиканский залив. Мой глаз. Это не знаменитый мост там вдалеке? Мам, я не знаю. Может он какой-то и знаменитый. Я понятия не имею. Какие мосты где. Не знаю. Может быть какая-то достопримечательность. Так. Ой. Проблема. Есть проблема. Какая-то. Хошелек здесь. Мы сейчас будем ехать на платную дорогу, выезжать на то. И очень важно, чтобы у нас была мелочь. Да. Ну, у меня тут есть кассир. Вообще, как правило, здесь автоматические кассы. И можно бросать мелочь или денежку засовывать. А здесь вот есть кассир, поэтому проблем нет. Можно и карточкой расплатиться или дать наличку. Потому что иногда большая проблема есть, когда ты подъезжаешь к платной дороге. Здесь они не дорогие. И здесь не так их много во Флориде. В нашем регионе. Ну, вот и бывает приезжаешь, а у тебя нету мелочей. Вот ситуация крайняя. Окей. Так. Здесь не дешево. Доллар, 25. Так, вот на удивление дорогой проезд оказался. Ну вот, навигатор нас повёл по этой дороге и он показал, что это самая Быстрая и самая короткая дорога Поэтому мы за это платим Мы могли бы, конечно, объехать Сюда есть альтернативные пути Объезда платных дорог Да, можно проехать Но вот здесь можно ехать 65 миль По этой дороге Но на самом деле Люди здесь будут ехать Я так думаю, что 75-80 миль Ну 80 миль Это чуть больше 120 км в час В основном люди разгоняются так Я говорю, что полицию, в общем-то, не найдешь здесь Она редко здесь бывает И, в общем-то, по Впереди идущим машинам Можем наблюдать Есть ли кто-то там Сейчас будут красивые виды Мы выйдем на этот красивый мост Который видно слева Не знаю, видно ли на камеру Будет очень красивый мост Ну вот так вот выглядит Мексиканский залив Сейчас мы поднимемся Чуть выше 3-2 метра Проезд стоил Доллар 25 Что-то я разогнался Я уже еду Почти 90 миль сейчас Нехорошо это Я нарушитель Да, Левочка, ну мы еще думаем Вот сейчас видно этот красивый мост впереди Мы сразу развернулись, да? Мы видели его сбоку А сейчас будем свеживать Да, но это очень-очень длинно Вот через, видишь, через эти вот Соединяет здесь берега И очень длинные эти мосты Переправы Но зато мы большой вот крюк срезаем Благодаря этой приправе Мы за этой платиной Мы срезаем очень Мы не объезжаем Едем по прямой Девушка, мы еще будем ехать 3 часа 45 минут Какие сказали? При знаке 65 миль в час Вот я еду В общем-то никого я не обгоняю Едем практически в потоке Вот я еду 80 миль в час То есть все смело превышают Без зазрения совести И мост вот, говорю, вверх Вот все время вверх Мы заезжаем, но как-то это незаметно, да? Да, но очень высоко вверх поднимаемся Вообще Все равно, что американские горки Американские горки круче Круче, да Вы обалдеть Сейчас мы будем опускаться Кручественные горки Да, солнышко. Сейчас поставлю айпы. Мне уже не доехал. Посиди, посмотри в окошко, зайка. Если ты устал, посмотри, посиди. Смотри, как интересно, на каком острове. Это то, что я хотела. Ну вот и посмотри, смотри. Написано Mountain. Монати-каунти. 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 Монати-каунти это морская корова. Вот здесь водятся. Они везде, здесь их очень много. Но, по-видимому, здесь какое-то очень поселение. Такое крупное. Я не знаю, почему Монати-каунти называется. Значит, здесь они обитают. Это их пристанище. И здесь очень много всякой живности необычной. Очень много летает пеликанов. Очень много дельфинов здесь есть. Часто можно увидеть на берегу дельфинов, проплывающих вдоль Берия. Есть рыба-пила. Что здесь еще такое есть? Ну вот, всякие скунсы. Апоссумы. Апоссумы. Броненосцы. Этого тоже здесь полно. Иногда же я не вспомнил, что здесь есть. Ну вот, мы переехали на другую сторону. Вчера во дворе змею ловили. Вчера во дворе змею ловили. Так, мы практически переехали на другую сторону. Я буду выключаться. Дальше, если что-то будет интересно, я включусь опять. Так, вот такая вот у нас. Такая вот у нас впереди. Вот напорная башня необычная. Решили заснять это. Я думала, что это инопланетное. Инопланетяне приземлились. Не говори. Классно. Она издали маленькая, но она очень большая. Видишь, Рома, да? А вон, смотри, шарик. Башня какая. Мы проехали уже все. О, я вижу сзади. Да. Вот такие вот у нас по Фориде. Леса. Тропические. Лучше туда не заходить. Да. По лесам, по таким поводу, там они очень болотистые. Есть крокодилы. Аллигаторы. Аллигаторы. Есть там, да. Змеи. Змейки всякие. Черепахи. Ящеры. Как-то страшновато ходить. И зубастая рыба. А то кто-нибудь тебя укусит. Да. Пауки. Кузнечики величиной. Я не знаю даже какие. Злодожки. Да, назвать как. У себя там на участке. Поймали оранжевого с розовыми крыльями. Огромные. Сантиметров 10. Тебя видно? Ты меня снимаешь. Не надо меня близко смотреть. Тебя видно? Да, я себя вижу. Ну вот, расскажи что-нибудь. Расскажи что-нибудь. Я больше интервью не даю. Я дам Майами интервью. Хорошо? Хорошо. Мне все нравится. Кушать не хочешь? Нет, кушать не хочу. Да, мы еще по дороге заметили, что здесь вдоль дороги есть вот такие вот столбы с гнездами. То есть они искусственные. Это специально делают гнезда для аистов. Именно столбы? Да, ставятся. То есть не поленились, поставили эти столбы. Не случайно столб, на котором свил аистов, а специально у нас нет денег. То есть даже на это находятся в Америке деньги, чтобы позаботиться о том, чтобы где было жить аистом. Вот. И мы уже достаточно далеко проехали. Нам тут осталось ехать два часа в дороге. И вот можно видеть, ну то есть в принципе пейзаж даже немножко меняется. Мы еще южнее и южнее едем. В общем-то везде одинаковая зеленая травка и стриженые газоны. Кэт коралл. Угу. Вот какой-то тут вот выезд на пляж, пальмовый пляж. Мы проехали Сарасоту примерно где-то час назад. amo. Угу. 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 Тут больше пока ничего интересного не видно. Угу. 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 Уже начали появляться знаки с указателями, с поворотами на Майами, куда нам ехать. Вот так вот выглядит пригород Майами. Вот еще такой дальний очень пригород, но уже что-то... То есть уже есть какие-то намеки на то, что мы находимся возле Майами. В Майаве растут кокосовые пальмы. Там, где мы живем, кокосовых пальм нет. В Майахе В Майахе В последние подъезды в город очень много мостов Ни очень легко сопротивляться Ого, ого, какие смыслы Посоли Да, на очереди Да, вперед Вот это вот уже настоящая Майами Здесь вот мы жили в прошлом разе, вот в этих местах А, я помню, где мы жили в этой гостине Нет, девушка, не здесь, не совсем здесь А, не здесь А я правильно говорю, мы в четвертом этаже жили? На четвертом На четвертом? Да В прошлый раз Да Да Атлантик 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 Атлантическая улица. Что? Атлантическая улица. Да, видимо. Атлантическая улица. Да, да. Атлантическая улица. Улица, все гостиницы. За этими гостиницами, которые слева от нас. Там уже океан. Мы едем по берегу океана.